День для всей нашей страны, да и для всего мира, символьный. Это день космонавтики, день советской космонавтики, день первого полета в космос, где первым оказался наш человек Юрий Гагарин. И, конечно, в этот день мне бы хотелось поговорить о том, что составляет собой наша гордость, наш космос, наши пилотируемые полеты, история легендарного полета нашего челнока Бурана, с которым связана история нашего летчика-испытателя Магмеда Толбоева, история Мусы Монарова, который долгое время держал, кстати, лидерство по нахождению на орбите, почти полтора года. Он в составе двух полетов на СССР-М6, на СССР-МТ-11. И о некоторых других моментах мы поговорим в этой программе. Сегодня в гостях писатель Левсет Дарчев и политолог, член общественной палаты Анжан Курбанов. Левсет, вы автор книги «Обожженные Бураном», книга, которая рассказывает о героизме наших космонавтов, летчих-воспытателей, о героизме наших инженеров, ученых, которые создали такой великолепный, летательный аппарат, уникальный. И в вашей папке есть еще одна книга, это книга о героизме уже Владимира Жанебекова и Виктора Савиных на станции «Салют-7», которая была фактически спасена этим полетом в 1985 году. Для вас космонавтика — это не пустой звук, это прикладная часть вашей деятельности, вашей работы. Вы общались, вы тесно контактировали и с Магмайом Амаровичем, и с другими нашими людьми, летчих-воспытателями, космонавтами. Вот рассказывая о этой истории, трагической истории, поскольку, к сожалению, Буран полетел всего один раз, 15 ноября 1988 года, для меня это тоже часть моей жизни, поскольку впервые в истории нашей школы, будучи на уроках трудов, покойный Юлиан Викторович, наш трудовик, включил телевизор в обходе урока, и мы наблюдали в прямом эфире посадку Бурана на Байконуре. И, как сейчас помню, директор сообщает, что полет контролирует, сопровождает летчик-испытатель Магомед Толбоев на истребителе-перехватчике МиГ-25, садится Буран, и вот эта вот картина до сих пор прошла сколько лет, и она 36 лет прошла, да, с тех пор, а все еще живы эти воспоминания. Наша гордость, наша радость. Алексей, ну, как создавалась та книга, что она для вас, и вот как вы очень четко описали переживания, внутренние состояния всех героев, это проклятие так называемой волчьей стаи, тех самых летчик-испытателей, летчик-осмонавтов, которые входили в группу известного нашего космонавта, летчик-испытателя Игоря Волка, который, собственно, был, состоял у базы, да, у основания вот этой группы, 22 человека, из которых живых осталось всего несколько человек, 4 человека оставалось живых, остальные все погибли в результате аварий, трагическая история. Более подробно об этом, Алексей, как идея создания книги и основные вот ваши мысли, которые вы пытались в ней, собственно, воплотить. Я, конечно, космонавтика не имею никакого отношения, я не летчик, я просто писатель. У меня понятия и знания такие, общепризнанные знания. Я работал над другой книгой, но параллельно мне не давало покоя герои нашего Дагестана, люди, которые достигли определенного успеха в своей жизни, совершили просто челезный поступок. Висит Толбоев. Думаю, были начать писать. И я начал писать. Написал первую часть, потом нашел контакт с Толбоевым, ему звонили. Егор Магаминович, я хочу написать про вас книгу. Ответ был такой, а про меня книга написана. И на этом разошлись. Ну, думай, что делать, написано, первый час написанное. Высылай ему на электронный адрес, через день звонит сам. Алло, вот так, пиши дальше. То есть тогда помогите. И он исписал 40 страниц ручкой А4 бумаги и прислал на электронный адрес. Я обрабатывал его материалы, то, что нет в открытом доступе. Это было, первый раз он признавался о своей жизни, о том, как он шел в космонавтике. Конечно, путь очень тернистый. Все начиналось с Агратли. Это короткое содержание книги, да? Он учился в школе, и раз в один день прозвенел звонок, вышли ученики на площадку, и видят, самолет залетает. С горы залетает самолет, кукурузник. Это почтовый самолет был. Они бегом, как волной смола детей, окружили самолет, а его не пускают. Дядя, можно потрогать? Нет. Вот он заболел, заболел самолетом. Небом, да. И вот я проследил судьбы всех летчик-испытателей «Бурана». У них одинаковая судьба. Одинаково загорелись идеей быть летчиком. Тоже Игорь Волк, Олег Аноненко, Шифер, и все. Прямо одинаково, как по шаблону. Одинаково судьбой. Но там интересно, вот они и Левченко, и вот... Левченко, Олег Аноненко, кстати, и сын Олега Аноненко, тоже с таким же именем является летчик-испытателем, герой России. Проучился в Ейске. Кстати, Ейск – это кузница кадров Казарского училища. Да, где там и Дженебеков там учился. Ейск, он вышел в армию. Он летчик военно-воздушных сил. Ну, у него тяга была попасть в космонавтику. Ну, никак не помню. Надо было уволиться, ЗВС уволиться, вступить в отряд испытателей. Они пускали? Они пускали его. И был такой интересный, казусный момент. Проходили учения Варшавского договора. И он с парашютом прыгнул. Ветер его унесло к штабу. Он сидит, ждет. Подъезжает машина, говорит, садись, поехали. Товарищ майор говорит, нет. Здесь штаб, говорит, там идет застань. Я туда зайду. Туда нельзя заходить. И он зашел. К столу прямо. А там сидел Танкаев. Генерал-полковник. Генерал-полковник, заместитель командующего. Магомед Танкаев. Да. Говорит, вы кто? Я говорю, откуда Сагратли? А там сидел летчик, который сажал самолет в Сагратли, когда он был школьником. Я забыл. Сергей, фамилия его. Вот он удивился. Он чувствовал, что из этого мальчика что-то получится. Вот он получился. Майор. Прекрасный летчик. И он изъявил желание. Я говорю, помогите мне уйти из ОС. И вступите в роды от рода испытателей. Вот я вот туда попал в испытатели. Там были у него катапультирования трагические. Сломал все кости и позвоночник. И уже в больнице. Через это проходят все испытатели. У него 8 было перелома позвоночника. Ну, вот позвонка была переломана. Его восстанавливали. Поставили титановые скобки. Кстати, уникальная операция была. Вообще очень интересно. Поскольку мы знаем, что всегда в нашей стране летчик-испытатель, истребитель – это какая-то особая аура. Начиная с эпохи Чикалова, Водопьянова, легендарные перелеты через Северный полюс в Америку, спасение Челюскинцев. Да, вот это именно вокруг авиации какая-то особая была атмосфера любви и героизма. И поэтому исторически, видимо, это сложило, что туда стремились попасть лучшие ребята. Вот на меня это «Волчья стая». Более подробно не расскажите, поскольку туда ведь отбор был из 500 человек, по-моему, да? 500 человек выбирали, 9 человек выбирали. Попадали туда лучшие из лучших. То есть они были в перспективе, должны были стать именно пилотами «Бурана»? Конечно, они должны были летать на «Буране». Программа была принята еще до прихода к власти Горбачева. Программа работала, работало около 2000 заводов, работали на эту программу. И когда я как-то слышал жалобы немцев о санкциях «Россия против Германии», думаешь, что может иметь ценность для Германии в России? Оказывается, доступ к технологиям. Эти все технологии были наработаны именно «Бураном». Есть информация, что более 700 прорывных революционных технологий были именно созданы для реализации на «Буране». Конечно, конечно. И вот даже, кстати, мы, когда смотрим на «Буран» и смотрим на «Спейс Шаттл», американские, ну, сходство внешнестейства оно очевидно. Присутствует. Да, оно очевидно, но только внешне. Внутри «Буран» абсолютно не похож на «Спейс Шаттл». Это совсем другая технология, совсем другие физические принципы, другие двигатели. И, кстати, более оказалась надежная, более совершенная система. А американская система показала свою ненадежность дважды. Вот мы помним, как «Челленджер» взорвался в 1986 году. Помним, как «Коламбия», значит, вторая авария, после которого «Челноки» уже перестали летать. Но почему была такая реакция на создание «Спейс Шаттла» и почему возникла программа «Буран»? Есть предположение, что американский «Челнок», он был не просто космическим кораблем, это была все-таки боевая система, которая могла нанести абсолютно практически безответный удар любой атомной боеголовкой с любой позиции. То есть у него была система… Космоса. Космоса, да. И почему мы отреагировали на вот этот вызов? Вызов был, конечно, очевидный. У нас стратегия «Космоса» выбрала именно станции, орбитальные станции. А американцы избрали другой путь. Они решили взлет и посадка, взлет и посадка. А ведь даже когда Джанебеков находился в спасаемом ими Союзе, был задан такой вопрос в прямом эфире. Кто ошибся? Кто видел стратегию лучше? Конечно, видели лучшие советские конструкторы. То есть незаменимые. Их шаттл могут только взлетать максимум 7-10 дней. Они должны были совершить посадку. Жизнеспособная была именно станция. Но время показывает, что они были правы. Ну вот у них тоже был свой «Скайлэб», да? «Скайлэб» еще неизвестно. Но у меня в этом рассказе спорят инженера «Роскосмоса» о том, что «Скайлэб» не существовал. Они говорят, что за время его пребывания в космосе ни одного сигнала не было. О его падении никто не видел фейерверк его падений. Только в Австралии нашли куски металла с краской и с отверстиями сваркой. То есть подвергается сомнению, была ли у них станция. Ну а где станция тогда? Они же не могут создавать станцию. Мы еще о Сталюте поговорим в седьмом, о спасении его. О Буране, наверное, закончим эту тематику. Вот я, как уже рассказывал, 15 ноября 1988 года, посадка Бурана. Перед нами, перед всеми теми, кто наблюдал за вот этой картиной, и те, кто интересовался авиацией, космонавтикой, у нас был кружок, и были очень активные энтузиасты этого дела. Кстати, и в Махачкале был клуб, клуб был авиаций и космонавтики. Ребята ходили туда, некоторые из них пошли потом по этой стезе, заучились в профильных вузах, шли дальше. Казалось бы, что перед нами открыты все двери, уникальная система. Не просто спешатл, у них там была просто компоновка, единая система челнока и ракеты. У нас был ракет-носитель «Энергия», то есть одна из самых мощных и тяжеловооруженных в плане грузоподъемности. И сам челнок был более такой. И, кстати, чем Маши могут до сих пор гордиться, посадка «Бурана» была проведена в абсолютно автоматическом режиме, чего никогда не смогли добиться американцы. Об этом тоже скажите, пожалуйста, потому что я знаю, что вы об этом говорили с Магмайном Амаровичем. Да, ну, посадка, там была заложена капсула для подрыва. На всякий случай. То есть в случае нечистотной ситуации. Даже этого не хватило. Плюс еще вывели МиГ-25 в сопровождении. В случае нечистотной ситуации никто не мог узнать, как поведет себя компьютерная система, заложенная в «Буране». Но... Он его, кстати, потерял в один момент, да, «Бурана»? Это был трагический момент. Именно у меня все сюжеты сводятся к этому моменту. Он встретил «Буран» на просторах Калмыкии. То есть «Буран» летел со скоростью 5000 км в час навстречу Мегу. А он взлетел со стороны Байконура. И вот он, когда «Буран» проскочил выше его головы... Разминулись они. Он развернулся, там жаловался, кинооператор жаловался, что он, говорит, ненормально ведет самолет. Я чуть не выпал с кабины самолета. Взял такой вираль. Сел на хвост. Все, доклады идут. Все, я вижу «Буран», нормальный полет, сопровождаю, все вижу. И в один момент, в день запуска была непогода. Они не должны были его запускать. Но уже некуда было деваться. И в день посадки была непогода. То есть, заложен... А никто забыл про программу, заложенную «Буран». Если при боковом ветре, он должен был менять маршрут посадки. И в один момент пропадает. Не видит его ни ЦУП, не видит его, и не видит Магомеда Мару. Случилась нештабная ситуация. Это у них волосы стали дыбом. Оказывается, датчики показали, изменили маршрут посадки. Он ушел налево, развернулся, сам по себе развернулся. У них шок. На это ушло какое-то время. Ушел, сел, совершил посадку с другой стороны. То есть, как сам чулок, сам наш «Буран». Прямо по вине сел. Принял решение и сел как нужно. Выключил двигателя. Это был шок. Я не думаю, что сейчас могут запустить такие механизмы. Вот, Ханжан, тебе слово. Потому что мы, чтобы одного поколения люди, для нас все победы наших конструкторов, наших космонавтов, нашей великой и большой страны на тот период, космонавты были героями. Основными, я бы сказал, хедлайнерами, или, как сказать, ньюсмейкерами того периода. Каждый полет, каждый... А вот это не было простым делом, да? Потому что выход в космос. Это работа со сложнейшими механизмами, в сложнейших условиях. Вот кто были основными героями. Да, это были настоящие герои. На самом деле, вспоминая свое детство, выписывали практически все известные газеты у нас. Тома и отец коммунист, соответственно, там и газета «Правда», «Известия», «Советская Россия». Красная «Везда», да? Я один раз начал читать, считать, сколько газет мы выписывали, журналы там 15-20, значит, изданий. Аналогично. Да, и «Работница», и «Крестьянка», все известные. Аналогично. «Передовицы». Это, конечно, и вчитывались, смотрели, кто как. И потом программа «Время» дополняла информацию газетную. На самом деле, настоящие герои. Эти имена стоят перед глазами. А когда Мусамонаров появился, и какая была? Эти формы, вот эта прекрасная, красивая форма, белой. Эти космонавты, эти красавцы, это не божители, можно сказать, для нас, но для нашего поколения. Прямо в смысле этого слова. И люди, на самом деле, молодежь воспитывалась на этом. Вот верно заметил. У нас, на самом деле, за эти 30 с лишним лет такая произошла деградация взгляда ценностной шкалы. Девальвация полная, мы разрушили. А на самом деле тогда мы были на правильном пути. И молодежь, эти самолеты, вертолеты, ракеты. Но надо отметить, что ведь Советский Союз вступил в эту жесткую борьбу после Второй мировой войны. И Королев, незабвенный Сергей Павлович, он возглавлял эту программу ракетно-космическую, секретную. У нас не было форы. Американцы фактически получили все технологии немцев. Американцы получили, но мы кое-что сумели тоже разобрать. И был такой инженер, немецкий Гертруп, который по секретных условиях вывозили из Германии, из Берлина. И, кстати, сопровождал его наш земляк, Шахабас Исмаилов, который потом стал третьим секретарем обкома, и герой, на самом деле. Вот таких героев мы не знаем, к сожалению. И он в секретном вагоне, причем один вагон полностью, там в одном вагоне корову даже вывозили, которую молоко давал для инженера Гертрупа. Соответственно, его забросили вместо в Королевскую группу. И они где-то в одном из засекреченных городов необъятного Советского Союза работали над ракетной программой. Ну вот ракета Р-1, фактически ракета Королева, это точная копия Фау-2. Фактически она воспроизвела эту немецкую модель. И уже потом Р-2, Р-3, Р-4, Р-5. Сама судьба Королева, мы знаем, очень трагичная. О нем, кстати, узнали широкий, скажем так, российский, советский человек, узнал о нем после смерти. А вот что, потом уже. А когда уже советское правительство решило популяризировать, и совершенно верно, каждый полет, это все, значит, очень широко информационно подавалось. И, естественно, молодежи, я, наверное, в том числе, мы хотели быть космонавтами. И в какой-то момент, кем угодно, там, много профессий выбирали за свою задачу. Ну, одно и было без этого, да. Ну, космонавты, ты как, по умолчанию, да, по крайней мере, завидовали, и такой белой завистью хотели знать больше, и выписывали вот эти журналы «Техника молодежи» у нас был, и до сих пор храню эти подшивки. И потом отец купил мне еще энциклопедию о юному технику, и там все эти цветные иллюстрации. Это же редкость была, когда в условиях, когда не было интернета, книги и телевидение было черно-белым. Ну, для нас каждый журнал, каждая книга, каждая газета была лакомым. Конечно, до дыр читали. Предвкушение было того, что будут пилотируемые полеты, что в дальнейшем программа будет работать. И вдруг неожиданное решение Михаила Горбачева, Сергеевича о закрытии программы. Для всех людей, кто жил тогда в Советском Союзе, даже не вовлеченных, было очевидно, что что-то там дело нечисто. Мы сейчас понимаем, что это была явная работа заокеанских спецслужб, это было явное компрадорство, предательство национальных интересов. Уничтожение такого уровня технологии было явным заказом, скорее всего, американских заокеанских хозяев, которые понимали, что здесь они проигрывают. Потому что фактически с 88-го года по 91-му каждый шаг, который был сделан, это был шаг на отказ от своих притязаний, от своего суверенитета, уничтожение самых необходимых, самых лучших технологических производств, которые у нас тогда были. Это много из примеров. После этого уже пошло обвальным путем, но первые шаги были сделаны уже тогда. И, конечно, в разговорах, наверное, космонавты, которые с вами общались, они, наверное, об этой информации делились. Несмотря на вот это пресловутое проклятие «Волчьей стаи», так называемое, потому что все участники группы «Волка» каким-то странным образом погибали. Там, возможно, была какая-то, возможно, группа, которая ликвидировала этих летчих-воспытателей и будущих космонавтов. Мы не можем о этом говорить точно, но какое-то, опять-таки, такое предположение мы сделать можем, наверное. Конечно, можем. Я, когда в процессе написания книги, действительно столкнулся с проблемой. Я должен был дать ответ на вопрос, кто убивал «Волчью стаю». И мне этот вопрос в лоб задали на Красной площади. Все-таки кто убил? Но мне не хватило смелости, мне нет знаний, кто это сделал. То есть я преподнес информацию на тарелки. И каждый читатель должен сам взял ввод. Кто же это губил? Но это все-таки художественная книга. Да, конечно. Я тоже полагаю, что это было сделано специально. Убивали группу. Иначе по-другому. Как можно остановить тысячи заводов? Заложена программа. Сколько людей работает над программой? Около миллиона человек практически. Самым легким методом был убрать летчих-испытателей. Тогда программа остановится. Естественно, у нас остановится. Ну, сделали второй набор, после того, как все погибли. И во вторую группу попал Магомед Толбоев. Показался бы как лучший летчик-испытатель. Когда выбирали человека, кто был сопровожден запуск-посадку, генерал Альмина Максима спрашивает, а почему Магомед Толбоев? Отвечает Волк. Да потому, что он лучший среди нас. Из 10 целей он перехватывает 9. То есть 90% перехватов, да? Да, конечно. Это был спец. Это был спец. Дерзкий, умный, способный моментально анализировать ситуацию. Вот поэтому ему это дело поручили. А насчет свертой программы «Буран», конечно, это очевидный факт. Когда Горбачев приезжал на Байконур и вел беседы с Владимиром Лазинским, он увидел масштабы строительства. Увидел масштабы, опустил голову. Говорит, а почему я об этом раньше не знал? Он сдал Рейгану в ректябрике программу. Он подписал бумаги о ликвидации «Бурана». Позорище, конечно. Это слушая, и на самом деле... Это не укладывается ни в какие рамки, поскольку... Предательство, только одно слово. Абсолютно, абсолютно предательство. Потому что мы помним, как огромный ангар с «Бураном», который находился на Байконуре, 360 метров в длину, 180 метров в ширину. Он обрушился, похоронив под собой обломки «Бурана». Один «Буран» транслируется, он экспонируется, как аттракцион. То, что воплощало гордость и блестящие технические находки наших инженеров и ученых, абсолютно не... А ведь это могло пойти дальше. Это развитие других областей экономики, да, и народного хозяйства, которые могли бы быть включены и в авиацию. Понятно, что многое мы сохранили. Кстати, вот эти знаменитые плитки, которые теплоизоляционные, да, ведь после каждого полета американского чернока почти половину обшивки приходилось менять. А с «Бураном» всего упало 2-3. То есть настолько была мощная технология, она была столько хорошо, надежно сделана. И что я хочу сказать, коллеги, все-таки те люди, которые говорят, что Советский Союз там изжил себя. Если в 88-м году мы запускаем такую прекрасную, значит, челнок, такую суперсовременную, за которую не могли даже американцы угнаться, да, а я, как выше отметил, американцы были основными конкурентами Советского Союза именно в военно-космической отрасли. А что говорить, если наука прекрасно работает, если, значит, космическая отрасль и авиационная идет только, значит, в гору, а мы говорим о каком-то, ну, это надо быть полным, значит, ну, не понимать ситуацию, да, чтобы сказать, что Советский Союз там изжил себя. Были, конечно, узкие места, были слабые звенья во всем этом, это идеология. Наука была, она развивалась, это первый признак того, что государство, оно руку, как говорится, держит на пульсе. Не только наука, экономика ведь тоже работает. Да, ну, вот, наука, она всегда в авангарде. Если науки нет, будь то гуманитарная, там, значит, точных наук, то, значит, все рушится, это же соподчинено производству, в том числе и авиакосмическое направление. И в данном случае мы видим, что все прекрасно было. Вот, ну, исследователь еще раз подтверждает это. Мы детьми, мы вот помним, да, как мы восхищенно смотрели очередной успех советской науки. Вот, возвращаясь вот в вашей второй книге, мы говорим об Уране, ну, все не умеешь в одну программу, но вот хотелось бы поговорить о, значит, салюте 7, то есть то, что удалось предотвратить катастрофу, да, вот ваша старая книга, где Владимир Жанебеков и Виктор Савиных отправили в 85-м году для, значит, реанимации. Фактически, станция мертва, она не работает, она просто как кусок металла, кулькульца на орбите. Посоединиться к ней, то есть открыть шлюзы, состыковаться с ней, страшно несложнейшая задача. В ручном режиме сделает Владимир Жанебеков. Почему это было сделано? Опять-таки, как и в случае с Бураном, да, было замечено, что особый интерес к американцам, к нашей станции. А там находились технологии, которые, конечно, были секретные. Вот мы помним, как это, я помню, в 85-м году, как я смотрел, как это все происходило, но даже сейчас, после того, что мы узнали о способности, да, когда мертвую станцию реанимировать, это фактически невозможно. Ни один эксперт, ни один аналитик западный не давал даже одного процента на реализацию этого плана. Они говорили, что это абсолютно бесполезно, это невозможно сделать. Эти ребята это сделали. Удивительно, значит, как они смогли это сделать. Кстати, с Жанебековым и Волк тоже летал, да, Игорь, в свой полет. Но это было перед этим. Да, перед этим, в 2004 году. Но вот вы, когда писали эту книгу, вы наверняка, значит, собирали ту же информацию, что у вас было перед глазами, какая была бездна перед ними, понимая, что второго шанса не будет, только один шанс для состыковки с мертвой станцией был у Жанебекова. Но он был мастер. Ну да, я отмечаю вообще в советской космонавтике три момента, которые подтверждают преимущество советских конструкторов и инженеров, вообще организации, правительственной организации. Это момент запуска первого человека в космос, второй – спасение салюта, и третий – буран. Буран, которым закончился все эпопеи советских космонавтов, по сути, закончилось. Бураном закончилось. Но, возвращаясь к салюту, это было в 85-м году в феврале, вдруг обнаружили, что пропала связь с салютом. У них шок, рюмень. Он боится доложить высшему рекордству, что случилась трагедия. То есть она могла уже обесточиться и упасть на землю. А там атомный реактор? Готовился запуск в Америке, готовился запуск Discovery. И директор национальной безопасности звонит, это была ночь, звонит Рейгану. Говорит, господин президент, извините, отрываю вас от дела, случилась трагедия. То есть русские потеряли связь со своей станции. Он говорит, что ты, говорит, мне будешь, что мне и в космос летать? Да, он говорит, какой вывод из этого? Ну, говорит, для нас это есть плюс и минус. В чем плюс заключается? Плюс в том, что мы можем снять с орбиты этот спутник в нашем Discovery. Если дадите разрешение, чтобы отложить полет, взлет в Discovery, отложить на определенный срок, чтобы подготовиться. И помощь, средства информации в этом деле. А опасность в том, что он может упасть куда угодно. В том числе и на Америку может упасть. Это в самом деле оно было так. Она могла упасть на Европу, могла и в Америку, куда угодно упасть. Ну, говорит, действуйте. Дал команду. Это он совершил очень примеченный поступок Рейган. Рейган дал согласие на снятие Союза с орбиты. Ну, никто же не подумал, никто даже предположить не смог, что советские способны еще его ремонтировать, обесточены. У них трагический момент со своим Skylabом. Они что-то включили там и взорвался, упал. Это другая ситуация и другое происшествие. Отругали Рюмина. То есть, наше руководство Союза получает информацию с Америки, что связь потеряли. Рюмина получил по шапке. Говорю, почему нас не выдумили вовремя, министр обороны. Было, но нужно было предпринять определенные шаги для спасения. Что, выходил Дженебеков. Кто может другой? Савинных как инженер всей электроники. А Дженебеков специалист по ручной сыковке. Он только пролетел с космоса. Время выхода на него таким лицом. Что случилось? Не пойму. Связь потеряли. Я говорю, понял. Хочешь мне послать? Ну, пойду, если надо. Дали добро. Они взлетели. Там опасность заключала в том, что после стыковки... А они поймали, быстро нашли. Во светах лучей солнца. Они увидели маленькую точку. Приблизились. Доложили, что нашли станцию. Но она хаотично кружила. И пока она еще вокруг осекла. И с каждым орбитальным циклом он приближался к Земле. То есть должен был упасть. Они поймали, приблизились. Летал на высокой скорости. А Савинных испугался. Володя говорит, тихо. Сейчас ударимся. Это не беспокойся. Я говорю, спец. Застыковали. Ну, представьте, в трехмерной плоскости. Застыковали. Угроза была в том, что они знали, что там внутри происходит. Возможен пожар, возможен взрыв, открытый люк. Но они очень деликатно, осторожно открыли. Все было в воде, обесточено. Только нет. Как конденсат. Конденсат, да. Конденсат образовался. А в это время американцы. У нас именно с Ленбейком летал Бадри, французский космонавт, герой Советского Союза, кстати. Они его переманили, американцы. И он летал с этим Discovery, чтобы изучить возможность перехвата станции, сняться с орбиты. Это предательский поступок. Я так думаю. Но не дали, огорчили американцы. Наши увидели, они подлетели, увидели, что станция живая. И написали трогательные слова, что русские могут на все способствовать. Все-таки они подлетели. Они подлетели. Они подлетели. Над кораблем нависла тень. Они увидели корабль. Вот так спасли и убедились, еще раз убедились, что это лучшие мозги. Конструкция сосредоточена именно Советским Союзом. Вся советская техника, особенно авиакосмическая, была создана с более чем 10-кратным запасом прочности. Мы помним, что было с Аполлоном, когда у них один тумблер всего перегорел. И корабль чудом удалось вернуть обратно. Он сделал несколько витков вокруг Луны. Всего один тумблер. И какие были последствия. И что было у нас. Мы говорим о наших космонавтах. Вот космонавт – это отдельная эпоха полетов. Это два очень длительных полета в космос. Это блестящий бортинженер. Это первый дагестанец в космосе. Ну, какой есть лакец. Тут в этом определенная, если даже какая-то символность, да, удача. Это стало даже плечевоязыцам многих. Но потрясающе. Как я уже говорил, он долгое время носил титул самого, скажем так, долгожителя на орбите. 17 выходов в открытый космос. Это гигантский багаж просто рабочий, профессионализма, опыта, славы, героя Советского Союза. Вы с ним тоже, я знаю, встречались, общались. Да, общались мы с ним. Я ему дарил книгу «Обоженный Бураном». Он так посмотрел и говорит, про мою толбою. Я говорю, толбою знаю. Но я не знал, что его Буран обжел. Смеясь. Они дружат, дружат, знают. Вот и теперь вот мы можем вспомнить, собственно, для многих памятные события 89-го года. Это авиасалон, который был организован в Махачкале. Су-27 и МиГ-29 летающие над Махачкалой. Ил-76, который закладывал юражи между Махачкалой и Каспийском. Аэропорт «Уэтаж». Самолет, на котором летал Нагомед Толбоев с надписью «Ватан», «Родина». Кстати, когда он приземлился, я вот быстренько поднялся. Пока его качали на руках, я поднялся в кабину. Но техники меня быстренько сняли с самолета. Но вот посмотреть, увидеть все это воочию было очень интересно. Конечно, это то, что для нас, для всех, кто жил тогда в Махачкале и Каспийске, это, конечно, невообразимое. Потом самолеты же летали не просто на нашими городами. Они сделали круг по всему Дагестану. Они летели по горным районам. И когда форсаж они включали, они включили форсаж, все, кто бы вылетели. Но вот этот грохот, который стоял тогда, ребята поднимались на крыши, с крыши смотрели над этим. Это было зрелище. Это было зрелище. Я, конечно, не мог пропустить такой праздник. Побывал на нем. Более того, мне удалось взять автограф у Магиана Тамаровича. У меня была газета «Кунак», где, кстати, тоже было... Что-то в этом символичии, да, Ханжал? Да, «Кунак». И спустя много лет я его пригласил в Кунацкую. И показал ему эту газету с автографом. Это, конечно, были непередаваемые ощущения. Я мальчишка еще. Прорываясь через эту толпу, его окружают. Хотя, там, значит, кажется, подхватывали его. Да, да, да. И цветы, там, овации. Это, конечно, был настоящий праздник. Кстати, первый такой праздник большой, который и дагестанцы помнят. Вообще, ну, немного было праздников в те годы, да. Люди трудились на заводах, фабриках, и делом занимались. И как бы не до зрелища было. А здесь вот впервые вот такой большой праздник. И, на самом деле, это был восторг и Монаров, и Толбов. Это гордость Дагестана. Вот помнишь, на ипподроме, на ипподроме Круг Почета, как их ведь говорит. Да, да, на открытом. Джигитовка. Уазике, да. Наш аэроклуб, ребята с аэроклуба, тоже, значит, на самолетах чудеса, акробатики, на грани фола. Кстати, одни из самых лучших РСФСР, то есть даже по рамку Советского Союза, были именно наши летчики. Наш аэроклуб входил в пятерку сильнейших тогда в Советском Союзе, что нельзя забывать. Ну, эти традиции надо беречь и как бы приумножать, потому что, на самом деле, у нас вот горская сущность, горская вот эта креда, наверное, наверняка у нас это в генах есть, опечатано. Кстати, дагестанцев тянет небо? Авиакосмическая все-таки вектор нам надо задать здесь с измольства детям. Я думаю, и Министерство образования и науки наше, республиканское, и правительство обратят внимание, именно это направление нам надо, значит, возродить и, значит, надо опекать с помощью наших и государственных каких-то поощрений, грантов. Ну, вот я вспоминаю тот самый... Делать это целенаправленно. Вот и салон, который был, собственно, этот аэрошоу, которое проходило, и Магомед Толбоев, значит, подводит к нам своего друга, мы не знали, кто это, значит, но по рукопожатию я понял, что жесткое мужское рукопожатие, крепкая, крепкая рука, такой взгляд мужественный. Через некоторое время я узнаю, что это Анатолий Квочур, который буквально за неделю, за два до этого в Лебурже, значит, помпаж двигателя, попала птица, просто чудом. Параллельно к земле он катапультировался, и, значит, никто не пострадал, включая его, но это честь и хвала К-36М, то есть катапультированное кресло, которое выпускает до сих пор, до сих пор. Испытывал Толбоев. Да, который испытывал Толбоев. Вообще-то первым испытывал его Ахмедхан Султан. Когда предложили новую конструкцию, собрались люди, летчики, но должен был Толбоев сделать показательное катапультирование. Трагическое оказалось. А предложили Толбоев, он думает, сесть, не сесть. А этот командир говорит, слушай, это первый катапульт, знаешь, что испытывал, проводил испытание? Это твой земля, Ахмедхан Султан, тогда давай, говорит. Сел, а Ахмедхан пускали прямо в самолете его, испытание ракеты. Это же легенда, легенда Ахмедхан Султан. Опять-таки возвращается к учителю, воспитанник Игоря Волка. У него были встречи, они общались. Ну вот, я помню, ту группу, которая приезжала вместе, летала вместе с Магомедом во время этого авиашоу, Римот Астанкевичус, к сожалению, покойный, Горнаев, Квочер. Квочер остался жив, но вот остальные, если мы вспомним трагедию, которая была во Вьетнаме, когда четверка их попала в туман и разбилась скалы. Ну вот, очень тяжело говорить об этом, поскольку мы встречали их, мы видели их, общались с ними. Позитивные, светлые ребята, мужественные, с открытыми лицами, настоящие профессионалы, которые, к сожалению, вот так безвременно ушли. А вот то, что сказал Ханжан, мы завершаем уже нашу программу, что Дагестан имеет гигантский потенциал. Вот Магомед Амарович Толбоев, его брат Тагиб, два героя России, больше Магомед работал с авиацией. Тагиб, к сожалению, ушедший от нас, он был великолепным вертолетчиком. Кстати, мало кто знает, он не только испытывал, но во время событий 99-го года, бросив все, он приехал сюда, чтобы пилотировать и помогать нашим бойцам во время отражения атаки бандитов, да, Ботли Хитсумаде. И опять-таки смело, мужественно, под огнем делал свою работу. Мы должны возродить наши традиции. Обязательно. Да, у нас нет сейчас того знаменитого авиаклуба имени Аминтаева, который был, который, значит, Аминтаев, кстати, был в своем время чемпионом по прыжкам, по высотным прыжкам с парашютом еще в 40-е годы. Мало кто помнит и это имя тоже. Поэтому давайте будем стремиться в небо, будем подрождать наши славные традиции. Еще раз поздравляю всех с Днем Космонавтики, который непосредственно связан с Дагестаном, очень близко связан с нашей землей. Удачи вам, всех благ. Ну и поздравляю, наверное, с праздником Ураза Байрам и Дольфитр, который в эти дни проходит в нашей республике. Будьте счастливы, любите друга, живите в мире. И будьте достоин наших предков, которые сделали очень много для нашей страны и для нашей республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова